Привет всем! Сегодня мы едем в больницу, в одну из частных больниц в Алании. Едем мы на автобусе, поэтому мы хотим вам показать, как выглядит общественный транспорт в Турции. Остановки выглядят вот так, вы видите сзади нас, и мы также покажем вам, как выглядит одна из частных больниц в Алании. Музыка Сегодня мы решили прокатиться в общественном автобусе в Алании до больницы. В автобусе мы ездим достаточно редко, в одном одном окне. Но сегодня вот такая дождливая погода, не очень хорошая, и мы решили до больницы проехать на автобусе. Музыка 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 Когда вы приходите в турецкую больницу, видите, я сижу в верхней одежде, здесь нет гардеробов, и в верхней одежде вы прям проходите к кабинету врача. Музыка Также Пластиковые бахилы одеваете только тогда, когда уже идете на операцию или на какие-то процедуры, но для посещения врача все проходят и в обуви и в верхней одежде. Музыка Мне закапали какие-то волшебные капельки, и сейчас мы ждем, когда врач примет меня еще раз, а во время этого, ай хап, ходит с ума. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Прием у окулиста на сегодня для меня закончен. Он длился час-полтора где-то точно, но врач больницы очень хороший, поэтому врач все посмотрела несколько раз, выписала новые очки, выписала рецепты для капель для глаз и дала какие-то хорошие советы, как можно поддерживать свое зрение. Расскажу вам немножко о больницах в Турции. В Турции есть государственные и частные больницы, в каждом городе есть и государственные и частные, и каждый человек выбирает сам, в какую больницу ходить. В основном люди ходят не в саму больницу, а именно к доктору. Например, ко многим врачам мы ходим в государственную больницу, но, например, к окулисту я хожу только в частный, потому что мне в частный больше нравится доктор, который здесь принимает. Также в государственную больницу может попасть любой, и гражданин Турции, и иностранец. Естественно, существуют различные виды страховок, в Турции существуют государственные страховки, есть и государственные и частные страховки, поэтому и иностранцы, и турецкие граждане могут воспользоваться любой больницей. Первое. Чтобы попасть в больницу, естественно, нужно записаться на прием к врачу и в назначенное время прийти к врачу. Если у вас есть государственная страховка, то в государственной больнице прием бесплатный. В частных больницах вы платите 50% от суммы приема. Сумма приема может варьироваться от 50 до 100 лир. Также, если у вас частная страховка, не государственная, то вы можете прийти в больницу и узнать, покроет ли ваша страховая компания ваш прием к врачу и лечению. Хорошо, вот сегодня врачок у лечки закончен. Друзья, дам вам один хороший совет. Если вы собираетесь в отпуск в Турцию, приезжаете сюда на отдых, обязательно позаботьтесь о том, чтобы у вас была страховка. Заранее оформите ее в России, потому что так вы будете чувствовать себя более безопасно. И если у вас будет страховка, то вы сможете воспользоваться либо государственной, либо частными больницами в Турции. И, как я уже сказала, частными и государственными больницами в Турции могут воспользоваться любые иностранцы. Система здравоохранения в Турции очень хорошо развита. Современные больницы, высококларифицированные врачи нам очень нравится, очень нравится, как работает эта система здесь. Поэтому, если у вас есть возможность получить высококларифицированную медицинскую помощь, то вы можете также приехать, как медицинский турист в Турцию, либо на какую-то операцию, либо на обследование. Пока мы ждем автобуш, также хочу показать вам вот такой небольшой супермаркет. Они расположены практически в каждом доме. И в таких супермаркетах вы можете купить все, что необходимо для дома, когда, например, закрыты обычные магазины. Здесь есть и хлеб, и какие-то сладости, и основные принадлежности для дома. Поэтому не бойтесь, если заходят основные магазины в таких маленьких супермаркетах, можно купить и продукты питания, и какие-то косметические средства. Мы едем в турецком автобусе. И снимать я не хочу здесь, потому что, может быть, кто-то будет себя чувствовать некомфортно, но в автобусе жарко. Мы давно, конечно, не ездили в автобусе. Но вот сегодня для разнообразия решили прокатиться. Ну и скажу я вам, турецкие городские автобусы очень удобные. В них комфортно ездить. Чистенькие, красивые, ходят часто. Это не только в Алане, но и во многих городах Турции. Поэтому, когда вы приезжаете в Аланию в отпуск, выходите из своих отелей. Все включено. И обязательно путешествуйте хотя бы по Алании, по Анталии на городских автобусах. Очень вам счастлива. Сейчас мы проезжаем мимо еще одной больницы, которая находится в центре Алании. В эту больницу мы тоже ходим иногда, но в основном к врачу ухо-горло-носу. Вообще, по Алании очень интересно кататься на автобусе. Вы можете сесть на Конечный, например, в Махмутларе и проехать через весь город. Автобусы ходят по набережной, а также по параллельной набережной улице. Почему интересно кататься на автобусе? Потому что вы можете проехать через весь город, посмотреть, что есть. Также на автобусе можно доехать и на самую вершину горы, где расположена крепость Алании. Всем очень советую, если вы приезжаете в Аланию, если вы приедете в Аланию, обязательно постарайтесь прокатиться на одном из городских автобусов и посмотреть город быстро, но интересно. Наше небольшое путешествие на автобусе туда и обратно до больницы закончилось. Поэтому, друзья, если вы приезжаете в Турцию, не забудьте о страховке и не волнуйтесь. Система здравоохранения в Турции очень хорошо развита и вы сможете посетить первоклассные больницы здесь. Также, если вы хотите переехать в Турцию и жить здесь, не волнуйтесь. Хорошие специалисты и больницы, расположенные в каждом городе, вы сможете воспользоваться их услугами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова